На треть снизилось количество погибших и раненых в местах установки комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Такие результаты стали возможны благодаря программе «Безопасный город». Ее промежуточные итоги подвели на заседание правительства Нижегородской области. Передвижные комплексы видеофиксации нарушений впервые появились на нижегородских дорогах в феврале. К концу года их количество достигнет 65 штук. Также в рамках «Безопасного города» эта программа, инициирована губернатором и работает уже третий год, дополнительно установят и 70 стационарных камер к уже существующим 74. Многие считают, что самой главной целью, вы видите даже в обсуждении, является получение средств. Да нет, это последствия, что люди платят штрафы. Но эти деньги все револьверно финансируют новое развитие этой системы. Самое главное здесь в обеспечении нашей совместной безопасности – это дисциплина на дорогах, это самодисциплина. За первые 10 месяцев число погибших снизилось почти на 21%, а раненых стало меньше на 9,5%. Но все же нижегородцы считают, камер надо устанавливать еще больше, а нарушителей наказывать еще строже. Очень много смертей, и некоторые не соблюдают. И наказание как бы не пугает. Улица Жукова, дом 20. Вот я бы там установил камеру. А что там? Часто? Очень часто. Очень много ДТП. Места для передвижных комплексов видеонаблюдения выбирают не случайно. Это самые опасные и аварийные участки дорог по всей области. Количество ДТП в нашем регионе в местах установки камеры фото-видеофиксации до 50% сокращенно. Количество дорожных транспорта почти с тяжелыми последствиями до 30%. Ну и естественно, как бы смертность на дорогах, по-моему, около 12%. Смертность на дорогах сокращается. То есть это тот самый основной показатель, ради которого правительство сегодня уделяет огромные денежные средства на реализацию данных, именно как раз этих мероприятий. И эти деньги потрачены не впустую. То есть мы понимаем, что эффект очень существенный, сохранено огромное количество жизней людей. Стоят эти камеры на одном месте всего лишь несколько дней. И угадать, где будут ловить нарушителей, невозможно. В таких условиях ездить медленнее и аккуратнее нижегородским водителям все же придется.